космического времени суток с вами в джейвере я играю в геншин прошлый раз мы встретили некоего хаяма старика который хочет следовать вот эту вот очищенную местность пещере мать и мы и тут у нас враги всякие конечно же с которыми надо разобраться поэтому давайте-ка мы пойдем и с ними разберемся кто знает насколько еще затянется не интересно как вот ладно мы но как дед вот будет перемещаться между вот этим островками отлично глядите посмотрите на это а какое-то новое растение чему ты так радуешься нет это не новое растение это еще лучше посмотрите это ведь наш секретный замок вот он во что превратился а чё с музыкой собственно что секретный замок ученый амар вернулся и принес с собой тайны небесных тел ирфан симан где же вы почему не встречаете все таки он амар хаям да интересно интересно это вот как вот его и вот их упоминали в письме точнее в дневнике или что-то мы находили в прошлый раз в общем на эти имена там были и явно это связано и с аранарами и с ними вообще совсем любопытно любопытно простите дети я я немного переволновался старости всегда так недавние события путаются в голове зато картины из детства то и дело стоит перед глазами ирфан и симан так звали моих друзей когда-то мы втроем вместе построили этот замок ирфан тогда был великим музыкантом симан грозным маршалом а я звездочетом иногда мы менялись ролями дети часто так делают когда им прискучат правила ирфан прекрасно владел музыкальными инструментами симан была высокая сильная никто не мог одолеть ее в драке а я я просто любил читать и дома у нас водились лишние мора то есть это место ваших детских игр интересно конечно вы место нашли для таких развлечений нет это наше секретное королевство все было очень серьезно мы с ними поклялись что не забудем друг друга и когда повзрослеем приведем сюда армию возрождения чтобы вернуть нашему замку былую славу прошло двадцать лет должно быть они все забыли я сделал из этого места свою маленькую лесную базу но 30 лет назад мне пришлось ее оставить потом сюда пришла марана а армия возрождения так и не появилась да разве может детская клятва становить наступление смерти но раз ты их еще помнишь они тоже тебе не забыли не надо отчаиваться почтенный хаям отчаиваться не что-то детские воспоминания общие воображаемые друзья всего этому нет места да мне немного жаль но прошло не вернуть воображаемые друзья ты сейчас о баронарах ой пойман ты это зря не надо было говорить я чуть не забыл зачем мы сюда пришли не болтать о пустяках а собирать образцы новых растений простите старика заболтливость давайте приступим к делу ну собственно давайте давайте приступим к делу ростов зачем-то подняли ой спаде делает вот нам нечего вот так вот и представляю как вот этот дед при помощи вот этих вот штук перемещаются на такой кринж вот так у и это было бы забавно так а тут чё это нам тоже надо нет или нам надо ниже ах нам выше надо так бы сразу сказали тут у нас плесень у кого夏 обри也可以 интересно растения здесь как будто живают значит мати им а снова им помогают Настоящее чудо. А, почтенный Хайям тоже знает про Матиму. А Пайман думала, что только Аранарам это известно. Пайман, ты опять? Ну что такое? Аранары, так ты сказала. Значит, вы тоже их видели. А, да, да. Что такое, почтенный Хайям? Ты тоже видел Аранар? Ну, блин, естественно. Тебе не нашло еще, что ли? Где розы пышные твои, Рэм? Где кубок Джимшида? Кто скажет нам? Идем дальше, к следующей точке. Здесь, здесь, здесь мы будем их собирать. Сорви несколько образцов, только аккуратнее. Там сундук, я вижу. Я вижу сундук. Ну, когда я еще за ним приду, я не знаю. Цветлячки всякие летают. О, господи. Так. А, нет. Куда ты падаешь? Ой, напугал. Появляются новые растения. Лес оживает. Как замечательные. Ну, он ничего нового не говорит уже. Ну, как бы это логично, потому что, насколько я помню, у NPC в заданиях, по-моему, два варианта мыслей в зависимости от прогресса. Ну, так и что мы тут ищем-то? Новое растение. Здешние растения здорово вымахали. Насчет растений. Мне даже в голову не приходило, что на земле испорченной мараной могут снова буйным цветом цвести растения. А насчет воображаемых друзей, неужели вы правда видели Аронар? Считать удивительных существ, которых дети называют Аронарами, воображаемыми друзьями, несомненно, неправильно. Их существование могут доказать только маленькие дети. Даже детектор Нирнама не способен их засечь. Вот почему Амурта классифицировала их как неопознанные существа. Неопознанные летающие объекты. Детектор Нирнама это вот эта вот штука из задания Венти, которая позволяет видеть воображаемых друзей. Но прикол в том, что Аронары же невоображаемые, они настоящие. Поэтому, да, их невозможно увидеть через эту штуку. Потому что она показывает воображение человека, то, что у него в голове происходит. Интересно, интересно. Ну и мы нашли еще цветочек. Ах, смотрите, смотрите, как прекрасно здесь все растет. Даже перешив нашествие Амараны, земля по-прежнему дарит жизнь. Ама Тиима, старая ты проказница. Тебя не взять голыми руками. Надо же, почтенный Хайям, как будто разом помолодел. Да, даже Апайман разом стала такой разговорчивой. Будто раньше было иначе. Эй, ты чего? Ну, просто... Ладно, извини. Этих образцов должно хватить. Спасибо вам за помощь. Мы закончили. Давайте поворачивать назад. Просто замечательно. Возможно, эти образцы помогут мне продвинуться в изучении секретов и слабостей зоны увядания. Спасибо вам. Давайте вернемся той же дорогой. И у меня есть для вас кое-что. Отлично, подарок! Почти. Надеюсь, там не будет никакой подставы, подвоха, что-то странного. Потому что вроде бы где-то положительный. Но кто его знает, что он на самом деле задумал. Ах, тут еще и вот эта штука есть. Ой, когда я сюда еще вернусь? Давайте сразу разберемся с этим. Вот раз и навсегда. На меня что, спинокруки напали или кто? Так ведь нет. Кто? А, вы... А вы мне не нужны. Меня интересует только сундук, который тут где-то есть. Вот с вами и будем сражаться. усилий и меня и запокоить он телепортировал ну что бывают так где тут выход это что-то забыла что опять бывает так и как бы нам туда попасть ну в принципе не сложно по идее можно было бы вот просто телепортироваться сюда мне вот правда интересно а как вот мы отсюда выбираем как этот дед успел отсюда выбраться вот так ну сколько лет 70 80 помнить события которые происходили 60 лет назад и при этом вообще капец бодрый и чем мы реально отсюда не вылезем нет мне правда интересно как вот у меня есть странник на стране по меня есть у меня есть планер вот это все а как дед отсюда вылезли они вынимаю он не умеет пользоваться телепортами чем просто поползут по этой вот весной скале происходит удивительно удивительно непонятно абсолютно как ему это удалось какой-то супер дед нам попался недаром его зовут амар хаяма ну да как я и говорила но он уже ничего не скажет благодарю вас отважные джавансы спасибо что помогли старику да надеюсь вы не откажетесь принять этот скромный подарок вам от меня на память ого что там что там вы наверняка уже видели его раньше маленький засохший цветок это цветок от аранары на да если моя догадка верна вам они тоже такое подарили так я и знал наша встреча не случайно я никогда не верил совпадение возьмите этот цветок себе и прошу вас передайте его нашим общим друзьям конечно вот только возможно они тебя уже не помнят и я их больше не вижу я даже не могу поверить что они нас на самом деле существуют ведь может быть что это просто мои детские фантазии но я все равно не сдаюсь дети отнесите им этот цветок пока вы еще способны их увидеть пока чудо еще возможно вы что здесь делаете ой зачем так пугать вы знаете мое имя но аранага вас здесь не встречал так вы зачем пришли это долгая история но если вкратце то мои друзья друзья не похоже на негодяев вы но вам здесь нельзя вы скорее уходите еще не пришел в себя лес так что новым гостям нельзя эй подожди у нас есть для тебя кое что для меня дай сюда вот держи цветочек ну что вспомнил и ты давал нам такой же цветок да вы мне друзья важный цветок почему у вас долгая история понимаешь вы рассказываете аранаги о ваших приключениях ну что вспомнил нет не помню эх эх это было ожидаемо но немножечко все равно обидно но вам спасибо мой сад если помнит вас приходите очень важный цветок посадит его в землю аранага аранага уходит забрав цветок ушел да ушел но он оставил приглашение точно как будет время навести маранагу ну да а время у нас будет сейчас пилок воспоминания тут у нас слаймы летают я как бы не стала бы рисковать туда просто так ходить давайте нападайте а то мне совсем не хочется с вами потом сражаться так это уже началось другое задание возможно этот дедушка думает о чем-то еще давайте узнаем его мысль как там поется в той песне гранатники поют яблони ммм хаям привет гранатники поют под яблони ватсы здравствуй почтенный хаям что ты здесь делаешь о здравствуй здравствуй белая кроха и прошу прощения милое дитя память у старика никуда не годится имена быстро вылетают из головы да не страшно я тоже забываю имена новых знакомых меня зовут мэй можешь записать я так делаю кстати хорошо мы ведь с вами да мы те самые джавансы отважные молодых герои да тогда скажите помнят ли меня Ронаре помнят ли они всех нас как бы сказать а я откуда знал мы еще с ними не успели поговорить толком они даже нас не помнят поэтому к сожалению тебя они не помнят пока что но может если они тебя увидят но мы можем снова с ними подружиться я их больше не вижу слишком стар я не вижу Ронара не слышу их голосов поздно слишком поздно простите я пойду остается надеяться только на чудо чудо невозможно постичь а за ним невозможно гоняться на него можно только надеяться а я пошатываюсь уходит он зачем-то ушел смотри-ка они тут прячутся вот не честно он только что ушел эй Ронага Рогару Ронакин Ронага а вот и они вот и они да ура они пришли у меня дежавю какое-то на Ромей белая леталка приветствуем мы втроем вас а вот Луна настало время посадить цветы вы готовы я готова не знаю как вы и Пайман тоже тогда Ронакин Рогару приступим к ритуалу домой домой сновидения сада воспоминания леса встречайте их да будет крепким сон радость бесконечной ликуйте же и пусть гранатники поют под яблоня ватси Ронары посадили засохшие цветы в землю и пока ветер носил эхо их песни случилось чудо к цветам вернулась жизнь ого все три цветка снова ожили да потому что умыти им и достаточно милосердия дает памяти возродиться да и даже если мы вас забудем память все равно все равно вплетется в корни ветви превратится в зеленые листья в годовые кольца или в толстеньких жучков и червячков которых съедят другие жучки и оставят взамен то что питает растения и помогает нам расти что с этой белкой происходит ой господи но вы все равно нас не помните да да потому что память не твоя и не моя мы разделили прошлое со всеми травами и деревьями в лесу это не беда мы ведь снова подружились правда да вы наши новые друзья ну все убежала белка засовавшиеся цветы ожили будто вернулись старые времена а толку то есть они все равно ничего не вспомнили приветствую вас на рамы белая леталка спасибо вам пускай воспоминания не вернулись а для меня вы друзья которым можно доверять спасибо вам на рамы и белая леталка давайте как-нибудь повеселимся вместе привет наш новый друг надеюсь ты всегда будешь помнить нашу песню так то буду конечно вот только есть небольшая проблема все таки дружба она так или иначе определяется в том числе и пережитыми вместе воспоминаниями и всякими там кто они там эмоциями эмоциями да которые вот испытывали все друзья во время общения вот из этого выстраиваются дружба и когда кто-то вот так вот все забывает это уже немножечко не то же самое то есть можно заново подружиться но это будет вообще не то я узнавала людей которые имели проблему с потерей памяти и когда ты действительно хорошо их знаешь видишь что они тебя вообще не узнают это неприятно скажем так и тут короче что-то выкопать можно я так понимаю это сундук давайте попробуем вот это да мир аронар поистине чудесен стоит только посмотреть на картину и сразу находишь сокровище итак мы нашли все места изображенные на картинах пойман интересно где же аронара который создал эти карты сокровищ ну вообще-то осталось еще на место да там был рисунок со множеством аронар но мы не нашли там сокровище кажется что сумки что-то слегка вибрирует это что такого сумки лежит это же то семечко которое мы нашли возле разлома да кого какое семечко возле разлома я вот если честно не помню этот момент как странно что она указывает нам путь давай понаблюдаем за семенем вдруг оно снова завибрирует возможно там попавший в битву аронара или что-то вроде сокровищницы аронар и это семя ключ дичь же все-таки это дичь скажем так но что я хочу сказать почему-то у нас тут еще не закончено надо проверить что там с матиимой а что с матиимой хороший вопрос что с матиимой ладно а в общем это таинственный альбом который мы обнаружили в анаране когда натолкнулись на некий почтовый ящик я тут нашла уже получается 9 картинок из тех что были на самом деле было несложно их отыскать потому что ну довольно-таки понятное местоположение в большинстве мест мы были плюс еще существуют различные гайды чтобы это все найти поэтому особого труда это не составило вот осталась последняя девятая она находится где-то ну я примерно знаю где-то находится явно это где-то в ванаране но прежде чем мы отправимся в ванарану давайте знаете что попробуем немножечко промотаем время кажется так это работает это у нас что 12 часов нет это у нас 24 часа ладно пойдет может так начни с ними нам надо общаться Ладно, где-то тут должно быть место какое-то. Так, вот опять старик, Амар Хайям. Давайте-ка мы с ним побеседуем еще разочек. Ох, куда же делись все воспоминания? Привет, Мэй Пайман. Снова вы? Ах да, это вам, помните? Хоть я больше не вижу друзей из прошлого, мне приятно смотреть, как оживает этот лес. За это я благодарен тебе. Ах да, пожалуйста, возьми вот это. Помните, что значит быть жаванцами? Наконец-то. Давайте проверим, чтобы наверняка... Так, 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 господи, где? Да, вот она галочка. Наконец-то, не прошло и 100 лет. Тут, 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 тут везде галочки. Так, здесь у нас тоже все изучено. Все песни. Так, и вот на повестке дня у нас еще вот это вот изображение. Но я займусь им уже в следующий раз, потому что, ну, кто там знает, может что-нибудь длинное будет. У меня и так уже 30 минут тут видео длится, поэтому сейчас, может, еще поговорю со стариком Хаямом. А всем остальным займусь уже, наверное, в следующий раз. Здравствуй, дитя, могу я помочь? Так, 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 так. Пожалуйста, расскажи мне об Ирфане. Ох, мы выросли вместе. Потом он уехал в Порт-Ормаз и стал торговцем. Там он завел семью и счастливо прожил жизнь. Давненько мы не болтали с ним за выпивкой. И вот он умер несколько лет назад, а мы так и не виделись. Оу. Соболезную, что я могу сказать? Тогда расскажи мне о Симан. Хм, ну, она... Ребенок, родившийся среди песков, ценит зеленый цвет больше любого другого. Наверняка это фраза о ней. Она должна была пойти по стопам своего отца и стать наемницей. Отправиться на поиски приключений в бескрайнюю пустыню. Она выбрала путь исследователя. И все-таки она была рождена наемником. Для нее не были важны ни цена, ни результат, ни даже собственная жизнь. Я пытался понять ее, но был слишком молод. Мы разругались. И, как видишь, мы много лет в разлуке. Много десятилетий. Надеюсь, у нее все хорошо. Наверное, будем на это надеяться. Ох, куда же делись все воспоминания? Что ж, ну, в принципе, мы разобрались с Аранарами. Кстати, вот важные задания у нас выполнены. И вот познакомились с Хаямом. Нажали, конечно, что мы не смогли ему помочь воссоединиться с Аранарами. Но мы сделали, что было у наших сил. Концент концов. Главное, что он хотя бы вспомнил о них хоть немного. Это хорошо сокровищами Аранарами или что там у нас. Я займусь уже в следующий раз. А пока что на этом все. Ваше спасибо за просмотр. Удачи в жизни. И до свидания. Субтитры подогнал «Симон»